Славлю я мой край красивый, славлю край приволжский милый, славлю песни птичьих стай, славлю мой чувашский край. Сывильск – город старинный. Он появился в конце 16 века, когда на месте чувашского поселения построили русскую крепость. Его разрушали во времена крестьянских восстаний, он сгорал в пожарах, но вновь возрождался на прежнем месте. Как каждый старинный город, Сывильск окутан легендами. Одна из них – Проалександровский общественный парк. Его заложили 180 лет назад во времена правления императора Александра II. Об этом говорит тот факт, что цветы здесь высаживали по вензелевому изображению его высочайшего величества. Но жители города верят другую легенду, что на знаменитую Тихвинскую ярмарку приезжала Екатерина II, и мальчик из толпы бросил в карету камушек. Екатерина рассердилась и приказала построить цивильский тюремный замок. Жители города, чтобы задобрить Екатерину, высадили парк буквой Е2. И теперь этот парк – любимое место горожан. А тюремный замок, куда, согласно легенде, посадили дерзкого мальчишку, по сей день располагается на территории города. Правда, за столетия он сменил и внешний вид, и название. Теперь это «Следственный изолятор-2». Сохранились сквозь века цивиляне и традицию проводить Тихвинскую ярмарку. Когда в Цивильске начали проводить ярмарку, не знает никто, ни местные жители, ни историки. В документах она впервые упоминается в 1827 году, однако исследователи отмечают, традиция могла зародиться раньше. Вот уже несколько столетий сюда съезжаются торговцы из Казани, Нижнего Новгорода, Ульяновска и других городов не только по Волжье, но и центральной части России. По сей день здесь можно купить товары, которые не найти в магазинах – эксклюзивные изделия ручной работы, домашний скот и птицу. Однако ярмарка – это не только торговля, но и праздник. В старину здесь выступали фокусники, дрессировщики, шарманщики. Сегодня цивиляне отдают предпочтение спортивным состязаниям, фестивалям, играм и конкурсам. Особенностью нашего района является его история и самобытность. Вот вам, наверное, неоднократно говорили о Тихвинской ярмарке. Ведь таких ярмарок на территории Российской Федерации можно, наверное, по пальцам пересчитать. А мы эти традиции не теряем, а наоборот приумножаем и вносим что-то новое. В перспективе район будет развиваться еще даже шире, чем в 2012 и 2015 годах. Мы построили за этот промежуток времени два детских сада. И очень сильно надеемся при поддержке главы Чувашской Республики и правительства на строительство новой средней и общеобразовательной школы на тысячу мест. Кстати, статус уездного города Цивильск получил только в середине 18 века. Тогда здесь зародились традиции предпринимательства, появились ремесленники-купцы. Последние, кстати, славились своей благотворительностью, как, например, Петр Курбатов. Его дом сегодня стоит на улице Советской и представляет собой объект культурного населения. Исследия республиканского значения. В этом здании, например, появился один из первых телефонов в городе. А вот дом купца Толмачева – памятник федерального значения. Сегодня здесь располагается историко-краеведческий музей. Правда, по ночам тут происходят странные вещи. По ночам здесь открываются двери, срабатывает сигнализация, и мы не можем этому найти объяснение. И чтобы задобрить, так сказать, ночных гостей, посетителей, ребята приносят конфеты. Но конфеты тоже периодически исчезают все. Днем же посетители музея могут ознакомиться с историей края. Здесь можно увидеть и кости мамонта, и достижения промышленности 20 века. Удивительные экспонаты в Цивильске встречаются не только в музее. Вот, например, первый в Чувашии бетонный мост. Его возвели еще в царские времена мастера немецкого происхождения. Уникален мост тем, что представляет собой сплошной монолит. Еще одно интересное с точки зрения истории и строения – вот этот корпус цивильской больницы. Во время войны здесь был эвакогоспиталь. Шесть врачей и 22 месестры ухаживали за солдатами с ранениями в грудь и живот с обморожениями. Народ здесь очень отзывчивый. И не случайно, наверное, наш госпиталь был организован именно на этой, скажем так, трассе, именно на этой дороге. Им оказывали общую помощь все население Цивильска. Учащиеся, они приходили к ним, ставили концерты. Наши девушки выполняли роль ухаживающего персонала, а также работали сиделками. Наши люди очень отзывчивые, трудолюбивые, любят свой город. Не только в тылу, но и на фронте цивиляне помогали ковать победу в Великой Отечественной войне. В городе помнят своих героев, рассказы об их судьбах передают молодому поколению. Даже в самом маленьком российском городе или селе есть свои герои из Советского Союза. В Цивильском районе их три. Михаил Васильевич Силантьев, чье имя носит Цивильская школа номер один, Павел Иванович Иванов и Степан Николаевич Ижутов. Двое из них были танкистами. О них нам рассказывают в школах. И очень здорово, что были такие люди и есть на кого равняться. Цивильск всегда располагался на пересечении оживленных дорог. Когда-то здесь проходил сибирский тракт, по нему шла торговля между губерниями. Сегодня тут находится развязка двух федеральных трасс М7 и А151. Возможно, такое месторасположение повлияло на гостеприимство местных жителей. Приезжих здесь принимают радушно, кормят вкусно. В городских кафе всегда можно ответить блюда национальной кухни. Чуваши всегда славились своим трудолюбивым. Они изданно любили готовить. Вот наступлением весны, с появлением, оттаянием первого снега, появляется у нас самое первое блюдо. Это блюдо серде яшки. Суп из серде по-другому. И второе блюдо – суп из крапивы. Чувашский народ также прославились своим чувашскими пирогами. Пироги у нас всегда пеклись из мяса. Хуплы у нас – настоящее чувашское национальное блюдо. Его, наверное, готовят каждый праздник в каждом доме. Но главным гастрономическим лакомством этого края можно назвать «Сывильский пряник». Слава о нем давно уже вышла за пределы района. Найти его можно не только на прилавках магазинов Чувашии, но и, например, Москвы. Готовят его на местном хлебокомбинате уже более 20 лет. Ежегодно у нас бывают от 20 наименований новых видов изделий в нашем предприятии, в том числе и пряники новые виды. У нас в стадии разработки новые виды сдобных печеньев, а также в стадии разработки у нас идут заварные пряники. Пока она еще у нас в секрете. Мы ее больно еще не выпускали в нашем предприятии, только пока мы об этом знают. Здесь люди очень хорошие, пекаря у нас такие добрые. За что не берешься у нас получается. И хлеб у нас вкусный, и булочки вкусные. Все у нас хорошее. Еще одно предприятие, прослабившее цивильское трудолюбие на всю Россию – завод инновационных технологий. Здесь уже седьмой год выпускают низковольтные комплектные устройства, электрошкафы бесперебойного питания. Среди клиентов завода – «Газпром» и «РЖД». Продукция, выпущенная здесь, работала на Олимпиаде в Сочи. Более того, заводчане готовили оборудование для резиденции Дмитрия Медведева. Генеральный директор предприятия уверяет, соблазна запустить производство в более крупных городах не возникало. Породился в Севильске и живу в Севильске. Мои компаньоны из Севильска. И вообще, в принципе, сотрудники большинства случаев из Севильска. 40 километров от столицы, в принципе, не такое большое расстояние. В принципе, нам позволяет легко находить любые кадры. Человек труда в этом городе в почете. Например, здесь можно увидеть памятник дворнику или почтальону. Печкин в компании Кота Матроскина и Шарика из Простоквашино расположились неподалеку от Дома культуры. Выпуск подобных скульптур под заказ планируют наладить ООО «Авангард». Вообще-то, предприятие занимается производством свинины. Более того, это самый большой свинокомплекс Чувашии. В прошлом году, например, здесь реализовали около 10 тысяч тонн мяса. Это почти 50% от всей производимой в республике свинины. На вопрос, почему успешные сельхозпроизводители решили неожиданно заняться ковкой скульптур, у руководства предприятия один ответ. У нас есть там своя кузница и хорошие специалисты, поэтому все это позволяет. И ковкой занимается. Хочется благородить город, поэтому, имея специалистов, мы должны помогать родному городу. Не только крупными успешными производствами может похвастать цивильская земля. Живут здесь и уникальные умельцы, о которых даже в Москве слышали. Например, семейство Соловьевых из деревни Бризикосы. Уже 20 лет занимается валянием валенок. Обувь у них получается аккуратной, с красивой вышивкой. На одну выставку позвали, вторую. Народу интересно же. У нас в Цивильске тут же ярмарка есть, в Тихвинске. А там глава, не знаю, что он, решил презентацию республики делать. А я говорю, не поедем, наверное. Как не поедем? А я говорю, поедем, мир посмотрим. Так семейство Соловьевых отправилось вместе с главой республики Михаилом Игнатьевым в общественную палату России. Презентовать туристический, культурный и инвестиционный потенциал Чувашии. Здесь бережно хранят традиции. Например, в Цивильском районе работает единственный в республике детский кружок, где учат ткацкому делу. Сначала посещали 3-4 ученика только. Они сейчас уже закончили школу, поступили в вузы учатся. А сейчас у нас всего 9 станков, работаем на 9 станках. Но кроме станков еще есть различные приспособления для ткачества. На этих приспособлениях тоже мы учимся работать. Дети посещают с удовольствием и мальчики, и девочки. Вообще в Цивильске стараются создать все условия для всестороннего развития молодежи. Например, два года назад здесь открыли новый стадион с искусственным покрытием и хоккейной коробкой. Назван он в честь чемпионки мира и Европы по спортивной ходьбе уроженки Цивильского района Олимпиады Ивановой. Я очень рада, что открылся стадион моими именем и, конечно же, обязывает открыть секцию спортивной ходьбы и развивать мой вид спорта. Не только спортивная ходьба. На базе спортшколы Азамат развиваются баскетбол и волейбол, бокс и вольная борьба, триатлон и спортивный туризм. Цивильский район славен своими чемпионами, которые доказали всему миру, что маленькая Чуваша тоже достойна уважения. Очень много юных дарований, которые стремятся к этим вершинам, хотят тоже доказать, хотят показать себя, прославить Цивильский район, нашу родную Чувашскую республику. В отделениях легкой атлетики, самбо, бокса, отделения триатлона есть юные дарования, которые уже на уровне Российской Федерации доказывают, что Чувашская республика и Цивильский район не из последних. Главной достопримечательностью Цивильска называют Тихвинский монастырь. Это один из древнейших монастырей России, ему уже более 340 лет. Со столетия здесь накопилось множество преданий. Были чудеса, даже воскрешение мертвых. Вот было такое чудо, что однажды семья принесла младенца мертвого, и они очень сильно ночью молились перед иконой Божьей Матери Тихонской. А наутро они услышали крик во время божественной литургии, когда пели херувимскую песню. Это было чудо Божьей Матери, которое она на самом деле не оставляет свой народ. Эта икона по сей день хранится в Тихвинском монастыре. Помолиться ей приезжают паломники со всей России. Поможет исцелиться, согласно легендам, и источник святого Илариона. Находится он близ села Третьей Вурманкосы. Тек ручеек небольшой на месте колодца, и люди брали воду, пели ее, и некоторые уже тогда чувствовали, что источник исцеляет их от довольно-таки сложных заболеваний, можно сказать, даже душевных недугов. Когда я сама приехала сюда первый раз, я почувствовала, что эта вода дает радость. Пытались понять силу источника и ученые. Томские исследователи изучили состав воды и дали заключение. Полна полезных химических элементов. А эту стелу знает, пожалуй, каждый, кто бывал в Цивильске. Ее установили на 400-летие города. С юга высечена девушка с хлебом-солью – символ гостеприимства местных жителей. На западе – кузнец, символ трудолюбия. На востоке – музыкант, предупреждающий гостя, что тот попал в край 100 тысяч песен. На северной стороне стелы – Мадонна с младенцем – символизирует очаг жизни и продолжение рода. Таков и он, цивильский край, полон загадок, радушных и трудолюбивых людей, уверенно смотрящих в будущее из глубины веков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok